Сергей, вот некоторые женщины, обращаясь, спрашивают, у них есть такой запрос, что вот у меня нет мужчины. Вот что бы ты им мог посоветовать делать, как действовать? Хороший вопрос, да и, конечно, мало конкретики. Но первое, некоторые женщины просто не допускают даже такой возможности. То есть она внешне говорит, что мужчины нет, я хочу отношения, я без этого страдаю. Но если мы внимательно посмотрим со стороны, она занята с утра до вечера, она работает в женском коллективе, на выходные она едет к родителям, родители живут где-то в пригороде, просто у нее нет шансов познакомиться. Если она систематически не предпринимает какие-то усилия, а где-то ждет, что ее найдут, да, такое возможно, но шансы не очень высоки. То есть получается, она сама не дает себе этих возможностей найти, создать отношения. От чего это зависит? Это зависит вот здесь, да, от того, какие установки есть. Это первое. Второе. Некоторые женщины находятся в фантазийных ожиданиях, что мужчина должен быть таким, таким, таким. Помните, как в анекдоте? Идеальный мужчина не пьет алкоголь, не курит, не ругается матом, всегда вежлив и корректен с тещей, да, и все деньги отдает жене и не существует. Так и здесь. То есть набор требований, которые слишком высоки для обычного живого человека, или набор взаимоисключающих требований, какой-то вот такой нереальный фильтр. И, конечно, нормальный мужчина, живой, адекватный, сквозь эти фильтры не проходит, отношения тогда не возникают, потому что не с кем. Если у женщины нет отношений, я бы, первое, рекомендую трезво, честно оценить. Она вообще дает отношениям хоть какой-то шанс. Есть ли у нее в жизни возможности, где она может познакомиться с мужчиной. Второе, предпринимает ли она какие-то действия для того, чтобы эти шансы повысить. И третье, нет ли у нее какого-то эмоционального барьера, блока. То есть иногда бывают внутренние отторжения, и тогда эти вопросы лучше всего решать со специалистом, чтобы вот эти запреты снять, чтобы человек сам себе дал разрешение, и тогда продвижение жизни возможно. Вот так.